Продолжение следует... Я недавно вернулась к книге и прочла книгу довольно любопытную. Наука и язык конца 20-го века. Читать это любопытно. Она вышла в 95-м году. И помнится, мы все цитировали, брали оттуда очень такие хлесткие цитаты о лингвистике. И довольно любопытно, вот просто 20 лет. Что произошло с нашей лингвистией? Как она плавно, а как лингвистика перешла к почему лингвистике? И вдруг сейчас зачем лингвистике? Совершенно такой плавный переход, никаких пунтовских скачков, ничего не было. Все было хорошо. И мы видели, как сама наука, лингвистика переходила от междисциплинарных связей, научных связей, к полидисциплинарных. Это начало совсем 21-го века. И вдруг мы сейчас увидим. Транс-дисциплинарные связи различных наук. И только ленивый сегодня не ругает вообще науку. Полагаю, что вот и мелкотелия, вот и практических результатов особых нет. И мне бы хотелось тоже так сразу сказать. На самом деле я хочу вам сказать сейчас очень интересный удар. И если мы вернемся к классике кунгской научной революции, то мы обнаружим, что все идет правильно. И это мелкотелие иногда очень важно для развития так называемой большой науки. Но мы вчера с Людмилой Васильевной говорили о том, что вот как-то не везет к прикладной лингвистике. Вот взлет-падение, взлет-падение, интерес небывалый. Потом отходим немножко. У Людмилы Васильевны своя трактовка. Она, может быть, вот скажет об этом. Но я вам хочу сказать, это то направление, которое, в общем, ждет своего часа. Это действительно та область знаний, которая реально имеет то, что мы говорим. Взаимосвязь, связку практического и теоретического. Иногда отношение к практическому, вот эта прикладная лингвистика, достаточно такое легкое. Прикладная, ну, значит, вот какой-то практический результат именно сегодня и сейчас. Прикладная лингвистика показала, те результаты, которые были достигнуты, они на вырост. Вот придет то время, когда эти результаты будут весьма-весьма востребованы во всех областях, учитывая трансдисциплинарный характер развития науки. Я не могу не сказать и о том, что конференция эта посвящена, я сегодня могу сказать, крупнейшему ученому в области именно прикладной лингвистики. Лариса Николаевна Веряева, удивительный человек уже и потому, что 50 лет тому назад, ну, почти 50, выбрала этот путь, выбрала именно эту область и 50 лет предан прикладной лингвистики. Это редчайший случай, когда человек выбирает, обычно, знаете, кандидатскую в одну сторону, докторскую в другую и так далее. Здесь все было посвящено прикладной лингвистики. И я хочу сказать, Лариса Николаевна, большое вам спасибо. Придет такое время, оно уже сейчас наступает, когда будут обращены все взоры исключительно к результатам прикладной лингвистики. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Но, тем не менее, вот сегодня, я могу сказать, до сих пор не определены вот те области, те неосвоенные территории, которые занимает так называемая прикладная сегодня лингвистика. Все, я так сказала, так называемая. Потому что одно понимание, это условно европейское понимание прикладной лингвистики, другое наше отечественное понимание прикладной лингвистики. Но в любом случае, то, что прикладная лингвистика, вот уже восьмой раз конференция посвящена науке и образованию, я вам хочу сказать, сегодня уже говорю как декан, это дорогого стоит. Потому что именно эти прикладные результаты мы сегодня используем в образовательном процессе. И надеюсь, что эти результаты используются, и я была вот недавно в Гродненском университете. Живёт прикладная лингвистика и развивается. Поэтому я с радостью открываю эту конференцию. Ждём результатов от этой конференции. Почему я говорю? Потому что нужна... Лариса Николаевна руководит у нас научной аспирантурой. Я научной говорю аспирантурой, потому что сегодня ещё аспирантура и образовательная у нас есть. И вот, и Лариса Николаевна руководит этим направлением в университете. Входит во все советы здоровья, надежду и самое главное упрямство. Всё будет хорошо. Спасибо вам большое. Мы решили, поскольку теперь такой, как принято изящно выражаться, тренд, привязывать тему конференции к какому-то событию, мы поняли, что таким действительно очень важным событием в прикладной лингвистике и вообще в жизни лингвистов был то, что называется «Алпак и повод». Боюсь, что многие из тех, кто в этом зале, не очень хорошо себе представляют, что это такое. Вот с Виктором Павловичем Захаровым мы, можно сказать, попали под пресс этого отчёта, поскольку как раз в этот момент учились в университете. Итак, в чём суть того, что называется «Алпак и повод»? Я сюда должна его? Значит, дело в том, что в истории развития систем машинного перевода, как известно, были разные периоды, были взлёты, падения, связаны они были, как это ни парадоксально, прежде всего, с людьми, которые занимались машинным переводом. И уже во вторую очередь с оценкой этих людей в переводческом сообществе, в программистском сообществе и вообще в сообществе лингвистов. Сама история машинного перевода – это такая история, действительно, развития технологий. И идея машинного перевода впервые была сформулирована Уорреном Уивером, специалистом, в частности, в криптологии, человеком, который участвовал в проекте «Эмигба», о котором сегодня снято уже, по-моему, несколько фильмов, о том, каким образом была создана программа, позволившая расшифровывать сообщения, немецкие сообщения, и, соответственно, выдерживать, в частности, скажем, битву за Лондон. Так вот, меморандум Уоррен Уивера, в котором он говорил о необходимости разработки и возможности разработки систем машинного перевода, был разослан 15 июля 1949 года. То есть это практически день рождения идеи, официальный день рождения идеи машинного перевода. В ноябре 1949 года был открыт первый центр машинного перевода в Вашингтоне в Джорджтаунском университете под руководством профессора Леона Достерта. Леон Достер – фигура в лингвистике и в переводе особая. Дело в том, что, кроме того, что он был билингвом, во время Второй мировой войны он был офицером связи при Эйзенхауэре, переводчиком Эйзенхауэре, офицером связи его с Деговем. Именно Достер, вот здесь вот на этой фотографии, он в военной форме, организовывал синхронный перевод во время процесса Леона Достерта. И все, что касается, все, что придумано было в начале синхронного перевода, было придумано Леоном Достертом. И Леон Достер, вернувшись в Вашингтон, во-первых, вместе с коллегами организовал этот университет Джордж Таунский, и поскольку он был и переводчиком, и синхронистом, очень высоко оценил идею машинного перевода. И к началу 60-х годов, вот к началу 60-х, обратите внимание, какое количество центров машинного перевода было во всем мире. Причем в Соединенных Штатах, обратите внимание, 21 центров, в Германии 22 центра, это было связано с тем, что в Германию привозили материалы для перфорации. Поскольку труд там ценился существенно ниже, вот как сейчас вывозят разного рода заводы, вот точно так же перфорацию вывозили в Германию, в основном из американских центров. И центр, которым руководил Достер в Джордж Таунском университете, был одним из основных. В нашей стране эти центры возникли, во-первых, в институте Стеклова благодаря двум людям. Во-первых, обладающему Акселю Ивановичу Бергу, который был руководителем комиссии по кибернетике, и его заместителю Алексею Андрею Черепунов, член-корреспондент Российской Академии МОН. Эти двое создали возможность, во-первых, развития прикладной лингвистики в России, в Советском Союзе, и те кафедры прикладной лингвистики, математической лингвистики, которые были в нашей стране, они возникли благодаря Акселю Ивановичу Бергу и Алексею Андреевичу Лепунову. В частности, была открыта кафедра в том, что мы называем Санкт-Петербург. Сейчас Санкт-Петербургский университет, была кафедра в Киевском университете, была кафедра в Новосибирском университете, потому что в тот момент Лепунов уехал из Москвы в Новосибирское отделение Академии Наук. Там тоже была открыта кафедра. Что характерно для разработки систем машинного перевода на этом этапе? Во-первых, конечно, упрощенное представление о соотношении между двумя языками. Вспомним, что в основе, вообще идеи машинного перевода были достижения криптографии. Идея была в том, что если есть текст на неизвестном языке, и мы не знаем ни его грамматики, ни лексики, ни синтаксиса, и этот текст можно перевести, расшифровать, то есть перевести на какой-то естественный язык, то если у нас есть два естественных языка, мы знаем грамматику, мы предполагаем, что мы знаем грамматику, мы знаем лексику, мы можем ее описать, значит, все должно быть гораздо проще. Отсюда идея вот этого упрощенного представления. Естественно, при этом игнорировались модели ручного, то, что называется, ручного перевода, то есть не исследовалось, что же, собственно, делает переводчик. Хотя понятно, что это сделать достаточно сложно. Вот два следующих пункта я специально выделила красным. Это демонстрация заранее смоделированных результатов. Джордж Таунский эксперимент, который был проведен в 1953 году, должен был доказать, что систему машинного перевода сделать можно. Вот можно ее сделать. Поэтому были заранее подготовлены словари под те тексты, которые должны были переводиться, заранее определялись те структуры, которые должны быть в этих текстах и могут быть распознаны и переведены. И, соответственно, получался заранее смоделированный результат. Понятно, что у Достерта была идея, нужно было доказать, что это в принципе возможно. Но, к сожалению, дальше вот эта идея моделированного результата продолжалась в истории машинного перевода достаточно активна. Второй момент. Тоже, опять-таки, связан именно с Достертом. Он многократно обращался к прессе с информацией о том, что пройдет 3, максимум 5 лет, система машинного перевода будет готова, и что самое опасное, заменит переводчик. И, соответственно, все, что говорил Достерт, все, что было сделано на этом уровне, вызывало абсолютное отторжение со стороны переводчистого сообщества. То есть, компьютер, программа машинного перевода начала восприниматься как конкурент. И, к сожалению, и до сих пор очень часто именно так и воспринимается. Не как помощник, а как конкурент. Естественно, в эти первые годы были объективные сложности, связанные с тем, что и осталось сегодня. Результат анализа синтаксического много вариантов. Много вариантов, как выбрать тот вариант, который действительно соответствует конкретному предложению. Если предложение длиной 10 слов, то чаще всего это сделать можно. Но ведь средняя длина предложения в научном тексте это порядка 30 слов. А я веду такую вот, не то чтобы статистику, но стараюсь как бы выяснить самые длинные предложения. Самое длинное предложение, которое мне попалось в жизни, было из 101 слова и написанное лингвистом. На английском языке. Перевести его и человек не будет. Значит, вопрос, как выбрать правильную структуру. Каким образом, на каких основаниях. Второй момент. Как хранить и как извлекать фоновую информацию, на которую мы опираемся, иногда даже не очень задумываясь о том, что мы делаем. Как ее хранить, как ее извлечь для того, чтобы снять многозначность возникающая. У меня есть совершенно замечательный пример, между прочим, из указа, в котором, что называется, русским по белому написано. Председатель Центральной избирательной комиссии назначается президентом Российской Федерации. Кто кем назначается? Это мы с вами должны знать, что президент Российской Федерации не назначается, а избирается. Поэтому из этого текста следует, что именно президент назначает председателя избирательной комиссии. Как можно сохранить те фоновые знания, на которые мы опираемся? Как я сказала, Достер был офицером связи Уизенхауэра во время войны. Поэтому возникла ситуация, при которой основные гранты на разработку систем машинного перевода получал в Джордж Таунский университет. Был 21 центр, но деньги шли сюда. Деньги шли сюда, потому что вот его друзьями, людьми, с которыми он работал, с которыми воевал, были, кроме Эйзенхауэра, к которому он обращался по воспоминаниям Айк, был Аллен Даллес, Джон Фостер Даллес, Джозеф Донован, то есть практически вся американская администрация. Но эта американская администрация к 59-му году в основном ушла. Люди ушли. Ушли те люди, к которым Достер приходил и по воспоминаниям других людей, говорил, что вот ему нужно то-то, и говорили, дайте ему, дайте ему. Более того, машинное время, понятно, что все это делалось на больших машинах, машинное время они получали в Пентагоне ночью, но они летали в Пентагон для того, чтобы отлаживать программу. Те, кто работал в те времена с большими машинами, помнят, какие большие сложности были с добычей этого самого машинного времени и с разными другими возможностями. Понятно, что вот это финансирование, открытое для Достерта, свободное для Достерта, вызывало сопротивление, скажем вежливо так, всего остального сообщества, занимающегося машинным переводом, а центры были и в Массачусетском технологическом институте. Хочу напомнить, что в группе, которая занималась машинным переводом в этом институте, был человек, который зовут Наум Хомский, и первые работы Хомского до того, как он начал заниматься трансформационной грамматикой, были работами по синтаксе машинного перевода. Значит, естественно, возникло сопротивление с одной стороны, с другой стороны, вот эти смоделированные результаты, и после 1962 года финансирование такое активное, которое было, прекратилось. Соответственно, была создана, поскольку денег было потрачено, что называется, немедленно, была создана комиссия Американской Академии Наук, в задачу которой входил анализ ситуации. Вот здесь у меня, я только фотографию этого человека нашла, это Этингер, один из тех, кто занимался машинным переводом в Массачусетском технологическом институте. Был еще Хейс, который работал в корпорации РАН. Но в комиссии, скажем, Этингер числился математиком, А Хейс специалистом в системном анализе. То есть, как бы было закрыто их непосредственная связь с системой машинного перевода. Вообще, в этой комиссии было шесть человек. Председательством в комиссии Джон Пирс. То есть, имена, которые, в общем, всем нам хорошо известны. В ноябре 1966 года был представлен отчет. Значит, в задачу комиссии хотела оценка программ вообще всех, которые финансировались вот этим национальным фондом в области прикладной лингвистики в целом. Не только в машинном переводе. Вообще прикладной лингвистики. И этот отчет, который называется Languages and Machines Computers and Translation and Linguistics. Вот этот отчет был опубликован он вообще на 34 страницах. И про машинный перевод там буквально две страницы. К нему, правда, могу забрать, семь или восемь приложений, но тоже это все вместе, порядка 90 страниц. Это небольшой отчет. и в нем рассматривались практические методы определения качества перевода, средства ускорения процесса ручного перевода. Вот здесь я перечислила то, что они рассматривали и то, что они рекомендовали. Но основным выводом для тех, кто назывался, кто занимался машинным переводом, был вывод о том, что машинный перевод представляет собой интересную теоретическую задачу. Но практического решения и практического применения у этой задачи нет. Точка. В результате по всему миру почему-то восприняли именно это. Поскольку в этом отчете говорилось очень многое и об автоматизации рабочих мест, и о задачах, в частности, использование словарей машинного перевода в переводчатой работе. Там по логике вещей в нем были вполне полезные и осмысленные вещи. Но во всем мире восприятие было только одного. Сказали, что машинным переводом заниматься не надо. В Киеве и в Новосибирске закрылись кафедры математической и лингвистики. Липунов был вызван в Москву и как-то так очень я бы сказала шариком написано, что он совершенно неожиданно умер в 73-м году, действительно, будучи еще в общем не старым человеком. Ну, а в нашей родной стране кибернетика вообще была, как известно, подозрительная наука с самого своего возникновения. закрылось огромное количество центров. Вот, Виктор Павлович меня исправит на филфаке, было три лаборатории машинного перевода. После всех этих вот... За время нашего обучения осталась одна лаборатория Григория Смолыча Центина, которая, в принципе, машинным переводом никогда не занималась. Она занималась моделированием в лингвистике. Все остальное было прихлопнуто. И довольно долго в таком прихлопнутом виде существовало. Но вот то, на что не обратили внимания, поскольку отчет говорил о поддержке исследований в области вычислительной лингвистики, именно эти исследования сейчас очень активно развиваются, и о финансировании серьезных исследований. Не лабораторных экспериментов, а серьезных исследований. И вот эти задачи, к сожалению, начали развиваться существенно позже. А прекратилось вот этот такой страшный черный нажим на систему машинного перевода, как ни странно, с окончанием Вьетнамской войны, когда оказалось, что американцы сделали систему машинного перевода с английского языка на вьетнамский и переводили все сертификации и спецификации на вооружение, которые отдавали в объеме. И эта система машинного перевода там спокойно работала. Вот для нас, как для тогда молодых ученых, это все было таким трагическим, я бы сказала, фоном, потому что тот же Этингер и Хейс приезжали на первые конференции по машинному переводу, которые были в Москве, и говорили, нет, никто ничем не занимается, ничего нет, систем финансирования нет, система машинного перевода не создается. Но обратите внимание, значит, вот в разного рода учебных заведениях, в грантовой поддержке это было прихлопнуто, но система машинного перевода, не обращая внимания на вот этот самый отчет, начали активно использовать и разрабатывать крупные коммерческие фирмы. Причем они не просто их разрабатывали, они их внедряли в работу пиопереводов, так что переводчиков, если они не хотели работать с результатами машинного перевода, просто увольняли. и на сегодняшний день то, что делает Катерпиллер, разработав собственный контрольный контролируемый язык, они все переводят с помощью систем машинного перевода. Катерпиллер это просто один из тех примеров, про которые известно, что они с этим работают, но вся информация закрыта, что там за система, как она работает, все закрыто, все считается таким ноу-хау. Конечно, абсолютно ноу-хау, да, вот еще я хотела сказать о после того, как стало известно, что все-таки системой машинного перевода можно заниматься, возник такой замечательный проект Евротера, который повторил то, что те ошибки, которые были допущены до старта. Его начали в 85-м году с очень большой помпой в 9 странах Евросоюза, это должна быть система машинного перевода для Евросоюза, с 9 тогда языков, с 9 на 9 с идеей языка-посредника и в 9 странах были организованы центры машинного перевода, где люди занимались анализом и синтезом на свой язык. Предполагалось, что они должны создать такую замечательную систему в 93-м году. Где-то после 90-го года исчезли всякие публикации и упоминания об этом проекте. Я специально вчера еще поискала в интернете, только греки, поскольку у них был центр, рассказывают, что была такая система и даже они чего-то там сделали. Все остальные все это так вот тихо умерло, не было результата, потому что опять-таки завышенные обещания, опять-таки большое финансирование поначалу, эксперименты, которые были заранее смоделированы и отсутствие результата. На сегодняшний день, конечно, у нас очень сильно изменились возможности компьютерных, потому что в тех первых системах машинного перевода, да еще и в Евротре основным способом подготовки информации была перфорация. Причем еще в начале 90-х приезжал один из соратников Достерта такой, Михаил Михайлович Зоречняк, член его команды, который показывал мне материалы с перфоратора. Распечатанные вот фрагменты, то есть они продолжали на телетайпе и на перфораторах это все готовить. Это очень тяжелый вариант подготовки информации, причем если вот, скажем, перфоленту я еще могла читать, то я стою только одного человека, который мог читать перфокату. Это Виктор Павлович Захаров, но больше по-моему этого делать не мог никто. Все остальные должны были распечатать, проверить, отперфорировать заново, то есть это было безумно трудоемко. Это все снято. Появились огромные объемы памяти. Появилась система интернет возможность накопления информации. Отсюда все, что связано с системами переводческой памяти и достаточно большим таким вот развитием. Соответственно, новые подходы к переводу. И на сегодняшний день мы говорим, когда говорим о переводе, мы говорим об индустрии локализации. Сегодня. технический перевод предполагает обязательное использование разного рода технических средств и лингвистических ресурсов, которые разрабатываются и разработаны в больших количествах. И соответственно, совершенно по-другому сегодня, благодаря разработке систем машинного перевода, выглядит сама работа переводчика. И те исследования, которые проводятся, они тоже выглядят по-другому. И вот здесь заканчивая, чтобы не перебрать время, есть такая вот, может быть, жанна бытурка. Обратите внимание, когда мы смотрим особенно последние диссертации и последние исследования, полное ощущение, что приклонная лингвистика началась с появлением системы интернета и персональных компьютеров. До того, пока были большие машины, никто ничего не делал. И когда ты говоришь, вот посмотрите, пожалуйста, вот задачу, которую вы определяете как новую и решение, которое вы определяете как новое, вот есть монография, скажем, Елена Александровна Шангаревой, она просто вот в конце 80-х была опубликована, там решена эта задача. Почему вы не используете то, что решено? В этом месте говорят, ну это же на большой машине было сделано. И что? От того, что мы перешли на вот эти новые системы, конечно, какие-то вещи, связанные с алгоритмизацией, отпали. Нет необходимости разрабатывать алгоритмы для французского языка, которые будут различать артикль и вспомогательный глагол, потому что сохраняются Оксана Гюэ, Оксан Граф, и не нужно, этого не нужно делать. Но огромное количество работ, которые были сделаны, они оказались вне внимания тех, кто работает сегодня. Ну, я боюсь, что это связано еще с этим замечательным требованием нашего министерства о том, что в списке литературы разного рода учебных пособий должна быть литература за последние три года. Все остальное отбрасываем. Забываем, как страшный сон. Но вот 50 лет прошло после этого отчета. И можно сказать, что с изменением технологической структуры, с изменением элементной структуры компьютеров, конечно, появилась возможность использовать систему машинного перевода как практические системы, а не просто как некую такую лабораторную игрушку. Но очень много из того, что было сказано в этом отчете, было справедливым. Другое дело, что опасность, которая существует всегда, что из него были извлечены какие-то отдельные решения, и эти решения в общем подействовали и подействовали отрицательно и на судьбы очень многих людей. Потому что когда закрывались лаборатории, закрывались центры, ровно то же самое было, когда закрылась Еврота, я разговаривала об этом в Нидерландах, страуверов, люди теряли работу, люди оказывались на улице, и они оказывались отрезанными от того, что им было интересно. Если сегодня при наличии персональных компьютеров человек, что называется, на коленке и на кухне может продолжать исследование, то для тех, кто работал на больших машинах, тогда закрытие лаборатории закончилась их научная карьера. Вот то, о чем я хотела сказать, потому что действительно прикладная лингвистика очень такое направление охватывающее все и ничего. и очень бы хотелось, чтобы мы все-таки помнили и о том, что было, и о тех ошибках, которые безусловно были допущены в этих первых системах машинного перевода. И пожелать нам всем, чтобы те технические возможности, которые есть сегодня, мы могли использовать полностью, чтобы использовали их сознательно, а не просто переписывая что-то из одной части в другую. Спасибо. Как вы видите по названию, я тоже буду говорить о прикладной лингвистике, прикладном языкознании, но это немножко другое уже направление прикладного языкознания, переводческое, которое не совсем имеет дело с машинами, пока что, по крайней мере. Как известно, сегодня английский язык перестал существовать в своем едином виде. уже нет вообще английского языка. Он стал плюрицентричным, то есть он разбивается на множество вариантов. И постепенно происходит стандартизация многих вариантов, которые проявляются на самых разных уровнях. для классификации вот этих многообразных вариантов английского языка сегодня самой распространенной стала теория трех концентрических кругов американского лингвиста индийского происхождения Браджа Качу, который выделил три типа варианта по их функциональному признаку. Это варианты внутреннего круга, где английский является родным и функционирует во всех возможных языковых функциях. Варианты так называемого внешнего круга outer circle, где английский является вторым официальным языком государства и выполняет много институциональной функции. И варианты так называемого расширяющегося круга, где английский язык является прежде всего языком межкультурного и межнационального общения. Большая часть вариантов, как мы видим, уже нашла свое описание в научных изданиях. Здесь я, конечно, привела очень маленькую толику примеров. В этом году наконец вышло описание русского варианта английского языка в издательстве Cambridge University Press. Варианты внутреннего круга нормообеспечивающие имеют собственные стандарты эндонормы. Варианты внешнего круга начинают кодифицироваться через словари, литературу, публицистику, статус их норм, находящихся в стадии развития, в общем-то, споря. менее всего признана стандартизация вариантов, которые относят к так называемому расширяющемуся кругу. Это варианты, которые функционируют главным образом, как лимба франка в ситуациях вежкультурной коммуникации. Специфика экзонорм, то есть чужих норм этих вариантов, в их большей вариативности по сравнению с эндонормами. Например, русские, говорящие на английском языке, могут ориентироваться на нормы британского английского, американского английского, австралийского, и даже если мы едем в Индию, мы каким-то образом ориентируемся уже и на индийские стандарты индийского варианта английского языка и так далее. То есть эта ориентация происходит в зависимости от потребности общения и той ситуации, в которой проходит коммуникация. Несмотря на то, что варианты расширяющегося круга нормозависимые, мы зависим от норм внутреннего круга, их стандартизация, тем не менее, имеет место не только в виде экзонорм, то есть внешних, чужих норм. Но и норм, которые мы бы назвали уже эндонормами, собственные внутренние стандарты, что наблюдается прежде всего на фонографическом уровне. И вот это очень важно для переводчиков. Так, китайский вариант английского языка использует стандартизированную систему латинизации известную как китайский фонетический алфавет или пеней, разработанную в 1958 году и утверждённую в качестве официальной системы латинизации в КНР в 1979 году. В Республике Корея новый стандарт латинизации был утверждён в 2000 году и сегодня используется во всём мире. создание этих систем передачи слов восточного происхождения буквами латинского алфавита принимали участие учёные именно этих стран Китая и Кореи. Так что по праву эти фонографические системы могут считаться эндонормами, созданными не по образцу других стран, а внутри своей собственной культуры далее распространившуюся в мире. Сегодня латинизированное письмо нередко ассоциируется с английским языком, как средством глобального общения. И многие реалии и собственные имена, записанные на китайской и корейской латинице, ошибочно воспринимаются так, словно они сконно возникли как английский, то есть по чужому стандарту или экзонорме. Такое восприятие, например, китайской латиницы сопряжено с целым рядом переводческих ошибок, возникающих в результате прямого переноса англо-русских корреляций на перевод китайских слов в английском тексте. Например, на сайтах некоторых вузов, я специально посмотрела именно вузовские сайты, находим явную транскрипцию с английского наименование китайской гимнастики Тайджи, Тайджи Джуан, Московский государственный педуниверситет, вы видите, Институт Конфуция Ереванского государственного лингвистического университета, они дают в качестве транскрипции на русском языке Тайджи. Однако в данном случае мы имеем дело не с прямым переводом с китайских иероглифов на русский, а с опосредованным, имеющим свои собственные закономерности, поскольку в его участии в опосредованном переводе принимают три языка, с китайского, например, через английский на русский. Опосредованный перевод таким образом это перевод с языка посредника или лингва франка, коим ныне является английский, который обслуживает две исконно чужие для него культуры, как, например, русскую и китайскую. В сущности это перевод с одного из вариантов языка, отличающегося от прототипического британского, в нашем примере с китайского варианта английского языка на русский. Одна из главных особенностей опосредованного перевода, который чаще имеет письменную форму, заключается в том, что он должен опираться на традиции устного прямого перевода, например, с китайского языка на русский. Эти традиции нередко не совпадают с традициями англо-русской транслитерации и транскрипции, что как раз и вызывает серьезные проблемы у переводчиков с английского, не знающих китайского языка. Подобного рода проблемы возникают не только в отношении перевода с английского, но и с других европейских языков. Например, имя французского писателя китайского происхождения Дай Си Цзе, автора романа Байзак и маленькая партниха китаянка, переведенного на русский язык, представляет в России не как Дай Си Цзе, а как Де Си Жи. Такой француженный, как и англизированный перевод, приводит к проблеме к синонимической обратимости, которую писал в свое время Виктор Владимирович Кабакче. Или обратимости перевода, то есть неузнаваемости имени при обратном переводе с русского языка. Дэ Си Жи может приобрести форму соответственно такую, или же у человека, который знаком с китайской латиницей вот вторую форму. Другие примеры, вызывающие проблемы обратимости перевода, представлены на этом слайде. Посмотрите, Джан Зон, по-русски очень часто видишь такую транслитерацию Джан Зон вместо Джан Зун. и другие примеры, в том числе название японского города Чукё часто представляют как Чукё. В результате получается пароль очень забавные вещи. Например, в Хабаровске на одной из конференций получился казус. Вызывали с выступлением с докладом докладчика китайского, который не понял, что это любовь называют, потому что была обратная транслитерация. Переводческие проблемы возникают не только в связи с нетрадиционностью корреляции опосредованного перевода в сравнении с прямым переводом западноевропейских языков, но также и по другим причинам. В частности, потому, что современному стандарту латинизации восточных слов предшествовали другие системы латинизации. Например, китайские слова долгое время в английских текстах записывались в системе, предложенной британскими синологами XIX века Томасом Уэйдом и Гербертом Джайлсом. В результате чего в русском языке при прямом переводе с английского Дай-Чи-Чуан соответствующего в пенине Дай-Чи-Чуан появляется Тай-Чи-Чуан. И вот вам пример из известного блога посвященного медицине. Эти факторы свидетельствуют о настоятельной необходимости модернизировать программы по переводу на факультетах западноевропейских языков отечественных лузер. Особенно сегодня, когда политико-экономическая ситуация, обслуживаемая нашими переводчиками, явно смещается своим фокусом на ватток. Наши студенты, будущие переводчики, как, впрочем, и будущие педагоги, с которым, возможно, предстоит работать со студентами из азиатских стран, должны получить навыки работы с текстами, включающими азиатские имена и реалии, то есть навыки опосредованного перевода. Ой, простите, еще раз. В курс теории практики перевода необходимо ввести закономерности транслитерации, по крайней мере, китайских и японских имен. Японские имена имеют гораздо меньше нетрадиционных корреляций по сравнению с китайскими именами. Однако, очень многие японские слова заимствуются русским языком в ангризированном виде. Все мы знаем суши вместо суси, сашими вместо сосими, это блюдо из сырой рыбы, нарезанное ломтиками, тамагочи вместо тамаготи, детская игрушка в виде бойцам, хитачи вместо хитачи, ваза вместо вадза, это техника борьбы в японских боевых искусствах и так далее. Проблемными буквами в японских словах являются следующие си-эйч, джей, эс-эйч, ти-эс и зэд. Китайские имена в пенине, которые сегодня преобладают в записях, имеют достаточно много специфичных буквенных соответствий, которые представляют нетрадиционные корреляции. Вот они представлены. Си должно соответствовать так. си-эй, зи-мягкое, н-на конце слога всегда с мягким знаком, а н-джи-не имеет транслитерации ве, это твёрдое н, кью-передаётся как мягкое ти, а-передаётся как ж-рэмин-рэбау, жэмин-рэбау, дабл-ю-ю это у-экс, который произносится как ш-рд, в русском соответствует с-з-ц-з-з-э-эйч-ч-ж-ж-рд, не считая уже, не считая даже буквосочетаний, которые тоже, на которые надо обращать внимание наших переводчиков, не представлены. Следует обратить внимание, что в остоковической практике принято считать единицы перевода слов. Именно поэтому таблицы транскрипции пенини и кириллицы палладия обычно предлагают соответствие слогов. Вместе с тем западноевропейские переводчики, пользующиеся приёмом транскрипции и транслитерации, обычно ориентируются на более мелкие единицы звуки и буквы. Мы переводим по звукам буквам обычно. И наша практика работы с переводчиками с английского языка показывает, что переход на побуквенную транслитерацию вполне возможен и воспринимается студентами как логическая реализация привычного им принципа побуквенного перевода, хоть и дающего нетрадиционные корреляции. на объяснение и закрепление особенностей посредственного перевода с каждого из азиатских вариантов английского языка уходит обычно одно занятие. Правда, для полного закрепления перевода китайских реалий требуется как минимум ещё пара занятий. при этом хороший эффект даёт сначала интенсивная тренировка англо-русского перевода лишь одних слов, как нарицательных, так и собственных антропонимов и топонимов, затем слов в тексте, а потом осуществляется аналогичный перевод слов и текстов с русского на английский язык. Необходимость представления студентам англоязычных текстов с восточными реалиями необходимо для того, чтобы у них не создалось впечатление, что их заставляют учить китайский язык, а они пришли изучать английский, например. Они переводят английский текст на китайскую тематику, которая естественным образом включает китайские наименования. Как правило, при таком подходе студенты ощущают соприкосновение с экзотической для них восточной культурой и это вызывает особенный интерес. При обсуждении текстов с восточными наименованиями следует также обращать внимание на то, как читаются эти наименования в англоязычном тексте, поскольку в этом случае обычно работают законы аналогии и слово восточного происхождения адаптируется к системе принявшего его языка. Например, буква Z читается как и в других английских словах, то есть как Z, Mao Zedong, но в русском языке она соответствует Z в случае японского происхождения слова и Z в случае китайского слова. А вот буква Q в китайских заимствованиях в английском языке читается не как K или Ko а как G G энергия C X произносится как Ш Шанган и так далее. Подобного рода материал можно также включать в курс практического английского языка, профессионально ориентированного языка, лингвокультурологии, вориентологии английского языка и так далее. И в преподавании о посредованном переводе помощь могут оказать как специальные словари англо-русский, русско-английский, восточных реалий, так и посудия о посредованном переводе. Подведем итог сказанного. Внедрение в программу подготовки специалистов с западноевропейскими языками материала, связанного с передачей восточно-азиатских реалий стала насущной задачей, обусловленной как лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами, а именно изменением политико-экономической ситуации и необходимостью усиления контакта со странами Востока, а также с глобальной распространенностью английского языка, служащего языком посредников контакта России и азиатских стран. Подготовка к таким контактам должна вестись целенаправленно, а значит требует педагогических усилий и пересмотра соответствующих программ подготовки переводчиков, педагогов, специалистов межкультурной коммуникации. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Прежде чем я начну свой доклад, я всегда на этих конференциях выношу то, что требует обсуждения, то, что не имеет окончательного решения и никогда не даю рекомендации, а жду их от слушателей, потому что на самом деле все, что делается в прикладной лингвистике, всегда требует особого обсуждения. И блестящий доклад Ларисы Николаевны сегодня нам это показал. Ведь иногда вырванная из контекста фраза, переосмысленная фраза, интерпретированная, совершенно недолжным образом может привести просто к прекращению развития какого-то направления. К войне. И к войне. И к войне, к сожалению. Потому что ведь часто говорят, что войны возникают только тогда, когда война возникает в сознании. А война в сознании возникает в результате недопонимания или непонимания. Или нежелания понять другого. И с этой точки зрения, наверное, очень важно, что всегда, когда мы собираемся в сообществе прикладных лингвистов, это люди исключительно с открытым сознанием. Ведь для них нет единственной проблемы, которой они занимаются всю жизнь. И те проблемы, которыми занимаемся мы, они просто требуют своего решения. А раз они требуют своего решения, то мы не ждем в абсолютном, мы просто берем и решаем. И хорошо, когда мы можем заниматься теорией, поскольку так сложилось, что в Республике Беларусь на сегодняшний день, к сожалению, после того, как Алексей Васильевич Зубов, к счастью, для нас присутствующий здесь в аудитории, приехавший, оставил пост председателя Совета, нет, даже Совета по защите диссертации по прикладной лингвистике. То есть это свидетельствует о том, что количество такого рода диссертационных исследований неуклонно сокращается. И как показывает практика, она неуклонно сокращается не только в Республике Беларусь, но сокращается и в России, и всюду. А почему? Потому что одно дело, когда человек занимается всю жизнь одной проблемой, пусть эта проблема узкая, но он является специалистом, он знает специалистов в рамках этой проблемы, и тогда проще решить задачи и защиты диссертации, и определение, что есть истина и так далее. А что же лингвист-прикладник? Посмотрите, если мы откроем учебники, например, по тому же самому введению в языкознание, то есть первая дисциплина, с которой начинается лингвистическая подготовка всех студентов лингвистических и теологических специальностей и педагогических, связанных с языками, что мы увидим? Мы увидим, что прикладная лингвистика это применение на практике теоретических знаний, а значит, это вторичность прикладной лингвистики. Это не то, что вообще-то надо знать. Вот, теория – это теория. Сегодня мы говорим о практикоориентированном подходе. Значит, это что-то, что ты должен делать уметь руками прежде всего. А как же наша голова? А как же решение интеллектуальных проблем? И вот оказывается, что когда мы выходим за пределы собственной лингвистики, то нам очень сложно ориентироваться. И нас не принимают специалисты те, например, программисты, компьютерщики, математики, которые очень часто, как говорила Лариса Николаевна, берутся решать наши проблемы. Потом они заходят в тупик, потом они понимают, что не все так просто, как сразу казалось. Но в тот момент, когда они начинают этим заниматься, им кажется, что лингвисты и филологи – это что-то совершенно ненужное, это то, что мешает. Ну, знают они языки, так и мы сегодня знаем языки, и мы лучше их знаем языки и общаемся в нашей профессиональной сфере. Поэтому судьба прикладной лингвистики, она обусловлена во многом тем, что интердисциплинарные направления, о которых сегодня так много говорят, они все еще не составляют мейнстрима в нашей лингвистической науке. А лингвист-прикладник, он по определению интердисциплинария. Он по определению должен выходить за пределы своей предметной области и решать задачи, которые имеют глубокую социальную значимость. И поэтому я вспоминала хорс введения языкознания, случайно о нем говорю, потому что я всякий раз, говоря о прикладной лингвистике, независимо от того, на каком языке я веду преподавание, а я веду преподавание на трех языках сегодня, я цитирую Ларису Николаевну и цитирую на русском языке. А потом, в зависимости от того, понимает моя аудитория русский язык или нет, я пытаюсь перевести. И там очень четко показана. Вся сфера деятельности прикладной лингвистики, которая так уж сложилась, началась с машинного перевода. И именно судьба машинного перевода показывает нам вот все те колебания, которые проходит сама прикладная лингвистика. А значит, во многом и от нас зависит, будут ли знать о достижениях тех, кто стоял у истоков. Лариса Николаевна, дай Бог ей здоровья, она пишущий человек, и она мультиплицирует свои знания. Она помогала лингвистическому университету, поддерживала совет, когда он существовала. Она много лет помогает нашему университету, за что ей низкий поклон. И я надеюсь, что мы еще не раз и будем встречать ее в Гродненском государственном университете, и, возможно, реализуем те проекты, о которых мы говорили, и вот последние наши встречи, и, надеюсь, у нас будет возможность поговорить о них и в рамках этой конференции. И вот та задача, о которой я сегодня буду говорить, она естественным образом возникла из вот этой питерского духа прикладной лингвистики, который во многом определялся для меня двумя людьми. Конечно же, Лариса Николаевна Беляева, но в первую голову, конечно же, Александром Сергеевичем Гердовым. Я не писала у него кустовых и дипломных работ. Мне посчастливилось писать дипломную работу именно в институте, в лаборатории машинного перевода, который находился вовсе не на филологическом факультете этой лаборатории, а в НИИИ, то есть в научно-исследовательском институте математики, тогда еще Ленинградского университета. И там я поняла, что такое энтердисциплинарность, потому что там была группа лингвистов, причем лингвистов неприкладников, лингвистов классического направления, в частности, Майя Ивановна Купщакова, мой непосредственный руководитель, была выпускником классической филологии Казанского университета. И вот эти люди, они создавали лингвистическую базу. Поэтому, возможно, и сегодня мы должны говорить о том, что от лингвиста должна исходить инициатива, и именно они должны вспомнить о том, что делалось в 50-е, 60-е годы, о чем говорила Лариса Николаевна. И, возможно, есть смысл составить электронную пристанацию этих работ, чтобы у тех структур, которые требуют от нас, цитирования работ трехлетней давности, а у нас, к сожалению, то же самое происходит, когда у нас библиотеки списывают фонд 60-х, 50-х годов, а потом Эдит Риал Курс переиздает те же самые работы, но они идут уже в 2015-16 годах, и библиотека дружно их закупает снова. И вот этот, простите, абсолютный нонсенс, который сегодня существует, к великому сожалению, он может быть ликвидирован путем создания вот такой персоналии. И я бы об этом сегодня не говорила, если бы не блестящий доклад Ларисы Николаевны. Вот это те мысли, которые у меня возникли, а как человек, который всегда считает, что нужно поделиться своими мыслами, я позволила себе ими с вами поделиться сегодня. Итак, тема моего доклада «Слова в социально значимой, специальной лексике белорусского языка проблемы разработки». Когда я предложила эту тему, то я подумала, что, во-первых, надо объяснить, что такое специальная лексика, что я под ней понимаю. Затем я подумала, что мне надо объяснить, что такое социально значимая специальная лексика, а затем, почему белорусского языка. Но потом я подумала, что нет смысла это объяснять в этой аудитории. И я позволю себе только создать некий фон, говоря о том, что и так очевидно. Потому что специальная лексика, независимо от того, что мы вкладываем в это понятие, а, на мой взгляд, блестящим образом это определил именно Александр Сергеевич Герцов в своем небольшом учебном пособии, посвященном языкам для специальных целей. И незадолго до своего ухода он прислал мне электронное сообщение, что эта работа принята к переводу в Соединенных Штатах Америки. То есть там ее заметили, потому что на самом деле она выходила полностью из конвы того, что до этого говорилось о языках для специальных целей. Поэтому для меня специальная лексика это все то, что функционирует в языках для специальных целей в понимании именно Александра Сергеевича Герца. И поэтому я больше на этом останавливаться не буду. Тем не менее, мы все с вами понимаем, что специальная лексика играла и продолжает играть важную роль в развитии языков. И поэтому многие исследователи пишут об интеллектуализации языков, о том, что они прирастают в основном за счет именно терминологии. И это ни для кого не секрет. И поэтому изучение языков для специальных целей является одной из актуальных проблем прикладной лингвистики, которая еще в большей степени актуализировалась в связи с появлением такого направления, как open science, открытая наука, и в частности citizen-лексикографии, то есть гражданская лексикография. Особая актуальность приобретает изучение специальной лексики языков, призванных по объективным причинам наращивать объем терминологического фонда. И, конечно же, к таким языкам вне всяких сомнений следует отнести белорусский язык. Действительно, с одной стороны, белорусский язык был одним из первых восточнославянских языков, который сформировал пласты специальной лексики. Но я думаю, что присутствующие знают, что статут княжества Великолитовского был написан на старобелорусском языке, а это один из первых юридических документов в славянском мире. В славяно-балтском, даже я бы так сказала, мире. Поэтому здесь такая вот продолжительная традиция. Но, с другой стороны, следует отметить существенное сокращение специальных сферфункционирований белорусского языка в его современном состоянии, что, в свою очередь, нашло отражение и в том, что мы имеем сегодня в нашей белорусской терминографии. Так, анализ терминологических словарей белорусского языка показал, что наибольшее количество из них является переводными, в основном русско-белорусскими, и зачастую содержат так называемые авторские, кстати, иногда достаточно субъективно избранные белорусскоязычные аналоги. Этот факт подтверждается существованием, например, параллельных переводных словарей для одной и той же предметной области, в которых русскоязычная часть совпадает, а состав белорусскоязычной части может быть диаметрально противоположен. Когда-то один из белорусских лингвистов, который не был по образованию прикладным лингвистом, он был слабистом, тоже выпускником Ленинградского университета Владимир Александрович Карпов, в своей лаборатории в Белорусском государственном университете провел эксперимент. Он в то время еще не было электронных лексий белорусскоязычных учебников, он просто взял несколько учебников по физике за разные годы и проанализировал их терминологический состав. И оказалось, что никакой преемственности в использовании терминологии не наблюдалось. Почему? Потому что, к сожалению, белорусскоязычных физиков не было, и большинство учебников, подтвердит это Александр Васильевич, который знает, что большинство учебников у нас на белорусский язык, переводятся с русского языка, а не пишутся сразу на белорусском языке. А значит, в зависимости от того, каким словарем пользовались, мы и находим ту терминологию. И вот такой парадокс, что, например, учебник физики для шестого класса использовал один слово, а на седьмого совершенно другое слово. И терминологически эти вещи полностью расходили. Поэтому действительно, здесь проблема большая, и об этой проблеме мы должны говорить. Значительная часть толковых словарей специальной лексики белорусского языка не является собственно терминологическими. В них наблюдается ярко выраженная тенденция к энциклопедизму, по-видимому, в силу доступности разнообразных энциклопедических изданий. Вот здесь у нас есть такое издательство имени Детруся-бровки, белорусская энциклопедия, которая исправна, а энциклопедия популярного характера на белорусском языке издания. В то же время, в большинстве толковых терминологических словарей отсутствуют примеры контекста терминного потребления. И неудивительно, если в основу были положены энциклопедические издания. В условиях независимости Республики Беларусь можно было бы предположить развитие практики разработки терминологических стандартов на белорусском языке, либо перевод действующих стандартов на белорусский язык, в том числе, например, стандартов ИСО. Тем не менее, когда мы обратились к тем терминологическим стандартам, которые могут быть доступны широкому кругу пользователей, то есть в Национальную библиотеку Республики Беларусь, то мы обнаружили, что и здесь преобладают полностью русскоязычные издания, которые при этом не содержат белорусскоязычных терминологических эквивалентов. Часть русскоязычных стандартов содержат англоязычные, а иногда также немецкая или франкоязычные терминологические аналоги, но не содержат белорусских термин. Реже встречаются русскоязычные стандарты, которые содержат наряду с английскими и белорусскоязычные термины эквиваленты, но написанные не по-прежнему на русском языке. Стандарты же ИСО, то есть Международная организация стандартизации, как правило, содержат оригинальный англоязычный текст и его перевод на русский язык. Всего два издания стандартов подготовлены в соответствии с законом на языках Республики Беларусь и официально белорусско-русским двуязычным то есть содержат две равноценные части русскоязычную и белорусскоязычную. Отмечу, что в советское время, например, все нормативные документы, они издавались на двух языках. И очень интересно было, когда ты берешь такое издание, то есть ты его поворачиваешь таким образом, ты видишь один язык, а потом ты его переворачиваешь наоборот и видишь второй. То есть каждый начинался как бы сначала, но с разных сторон. Всего два стандарта являются белорусскоязычными и подают русскоязычные термины-аналоги. Таким образом, лишь четыре стандарта содержат белорусскоязычные термины с толкованием. И я надзову предметные области и подобности, для того, чтобы вы понимали, насколько фрагментарно и насколько это зависело исключительно от разработчиков стандартов. Так это предметные области или подобности. Торговля, обувь, продукты питания из картофеля, пассивное противопожарное защите. Еще три стандарта, полностью написанных на русском языке, но приводят белорусскоязычные термины эквивалент. Это такие предметные области или подобности, как логистическая деятельность, оценка стоимости объекта гражданских прав, продукции парфюмерно-косметическая. То есть мы видим, что выбор совершенный отход. Следовательно, терминологические стандарты действующей в Республике Беларусь не могут в достаточной степени служить источниками для лексикографирования специальной лексики белорусского языка. То есть для представления терминологической или специальной лексики в общих филологических словарях. Подобная ситуация, конечно же, требует нетрадиционных подходов к решению проблемы наращивания специальной лексики белорусского языка и актуализирует задачу ее лексикографирования. То есть описание собственной белорусской и освоенной белорусским языком заимствованной специальной лексики в новом поколении общих филологических словарей белорусского языка. В периоды социальных трансформаций и конструирования новой системы ценностей, с которой, естественно, сталкивается любое государство в условиях независимости, возрастает значимость лексикографирования языков для социокультурных целей и иных разрядов социально ориентированной лексики специального и профессионального характера. Закономерно, что в обществе определенные разряды специальной лексики приобретают особо высокую социальную значимость и, следовательно, требуют адекватного описания не только в отраслевых терминологических словарях, но и в общих филологических толковых словарях, ориентированных на самый широкий круг пользователей, а не только на специалистов в определенных предметных областях. Тем не менее, как отличалось многими учеными, в общих филологических словарях представление специальной лексики не носит систематического характера, а поиск лексики терминологического и профессионального характера вызывает значительные трудности у пользователей и не профессионалов. Попробуйте найти какое-то специальное значение, ну, например, в малом академическом словаре. Это сделано достаточно сложно. То же самое касается и всех толковых словарей белорусского языка. В одном из наших совместных с Сергеем Евгидовичем Шелловым проектов мы как раз занимались тем, что исследовали различные способы подачи специальной лексики в существующих общих филологических словарях. И обнаружилось такое количество непоследовательностей, которое еще и не описано в научной литературе. То есть проблем, на самом деле, существует гораздо больше, чем каких-то алгоритмов, найденных уже их решений. Следует помнить всегда, что понятия, которые воспринимаются членами профессиональных или научных сообществ в аспекте смысловой структуры специального предмета, не специалистами очень часто воспринимаются сквозь призму обыденного знания. В этом тоже существует очень много публикаций, в частности, Дмитрия Николаевича Шмелева. Значительные сложности у составителей общих филологических словарей неизбежно возникают при лексикографировании именно языков для социокультурных целей. Поскольку такие специальные языки, в отличие, к примеру, от подъязыков естественных наук и техники, закрепляют собственно и исключительно ментальное представление о мире и о том, что является особо ценным в определенной культуре или в определенном социуме, в определенный период ее или его развития. А следовательно вопрос толкования подобной лексики всегда имеет идеологический аспект. Вот предыдущий доклад очень хорошо нам показал существование разновидностей английского языка. Почему я говорю не вариантов и разновидностей? Потому что в своей статье «Вопросы к языкознанию» известный финский русист Артаму Стайлёке обосновывает, почему в мировой практике не применяют сегодня термин «вариант» языка, а применяют термин «вариант» то, что соответствует русском языке разновидности. И один из наших проектов, который мы реализовывали с отделом корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка Аминьи Виноградова, показал, что мы сегодня можем говорить, например, и о разновидности русского языка в Беларуси. Я надеюсь, что возможно продолжить эти исследования у нас еще будет. И естественно, что во многом именно такие разновидности отражают вот эту разницу аксиологии, которая, естественно, в том языке, который преобладает, в том или ином государстве проявляется. Становится очевидным, что назрела настоятельная необходимость лексикографирования социально значимой лексики терминологического и профессионального характера в новом типе многоотраслевого словаря. специальной лексики. Вот в качестве аналога такого словаря я привожу здесь на слайде ссылку на один из последних словарей, созданных при участии Александра Сергеевича Герда, дочерью моего преподавателя Виктора Дмитриевича Бутрова, преподавателя кафедры математической лингвистики Санкт-Петербургского университета. Словарь специальной лексики русского языка. И на первый взгляд, когда мы смотрим на название этого словаря, мы думаем, ну а что ж там нового? Ну, во-первых, какой специальной лексики? Почему область не определена? Так вот, это действительно один из тех словарей, которые являются многоотраслевым. Выбор лексики обусловливается ее значимостью для широких кругов населения. Но, к сожалению, опять же, каких бы то ни было критериев для отбора лексики в реестр таких словарей в данном словаре не представлено. Тем не менее, в таком словаре путем разработки адекватных толкований специальные лексены должны получить, конечно же, иное прагматическое измерение. То есть измерение восприятия не специалистами, а оно ведет к необходимым или целесообразным для личности или для социума изменениям в иерархии смыслов и ценностей в картине мира языковой личности. Такого рода словарь может рассматриваться как национально ориентированный текст, призванное эксплицировать систему ценностей определенной культуры и, соответственно, требующей объективно взвешенного подхода к формированию реестра и к особенностям толкования лексен представленных словарей. Так, система ценностей белоруссов и россия хоть и является близкими, но далеко не тождественной. Кстати, впервые это очень хорошо было показано в пьесе классика белорусской литературы народного письменника, я говорю специально по-белорусски, потому что письменник включает в себя и писателя, и поэта, а в русском языке эти вещи разводятся. Янки Купалы, имя которого носит наш университет, пьеса называлась «Тутейши» и в советское время была запрещена. В Беларуси ее не ставили. Только когда Беларусь получила независимость на сцене национального театра имени Янки Купалы была поставлена эта пьеса. Она прекрасно показана взаимодействие языков, которая исторически характеризовала языковую ситуацию в Республике Беларусь. И то, что система ценностей при этом, несмотря на многоязычие, была достаточно такой цельной. И определялась она таким понятием «тутейшисти». «Тутейши» это местный. То, что «тубылец» иногда говорят, то есть тот, который здесь находится, тот, который здесь живет. Уникальность Республики Беларусь заключается в том, что у нас никогда никто не знает, в какой национальности принадлежит его сосед. Когда-то я, начиная еще работать со студентами, спрашивала, скажите студенты, вы знаете, в какой национальности сидящей рядом с вами? Никто никогда не знал, потому что это не было важно. Ведь Республика Беларусь, несмотря на небольшое количество населения, но по сравнению с Россией, мы вообще малюсенькая страна, потому что мы не дотягиваем до 10 миллионов, но у нас более 140 различных национальных общностей представленных и 8 автохтонных этносов. Поэтому действительно, здесь вот это понятие тутэншести, оно формировало очень уникальную систему ценностей, которые находят отражение в русском и, естественно, белорусском языке. И оказалось, что словарь подобного типа на русскоязычном материале не может быть единым для России и Беларуси, как с точки зрения реестров специальных лексен, подлежащих включению в словаре, так и, что особенно важно, с точки зрения расстановки акцентов, толкования в тождественных лексах. В рамках совместного белорусско-российского научного проекта, поддержанного Белорусским Республиканским Фондом Фундаментальных Исследований и Российским Гуманитарным Научным Фондом, посвященного социально значимой лексике терминологического профессионального характера в белорусском и русском языках, предполагается создание двух словарейного типа, концепция разработки которых, предложенная в начале реализации проекта, потребовала значительной доработки в процессе анализа языкового материала и словарного описания целевой лексики, что обусловлено прежде всего различиями национальной ориентации каждого из словарей, доступности аутентичного языкового материала, а также несовершенства традиционно сложившейся системы дифференциации знаний, находящей отражение в системе словарных помет. Применяемы при лексикографировании различных разрядов специальной лексики. В отличие от тех толковых словарей белорусского языка, которые создавали советское время и, как пишут многие лексикографы, по подобию русскоязычных словарей, и зачастую путем формального копирования их ключевых характеристик, ключевые характеристики это термин Вячеслава Константиновича Щербина, который очень много критикует белорусскую лексикографию советского времени. Ну, кстати, это было вполне возможно, потому что мы знаем, что независимо от языка словари, издаваемые в Советском Союзе, были призваны отражать кождественную систему ценностей, обусловленную единством господствующей идеологии. Но при создании словаря белорусской социально-значенной специальной лексики оказалось невозможным опираться на список лексических единиц, предложенной российской стороной. Поскольку, выполняя функцию национально-ориентированного текста, обращенного к собственной культуре, такой слова призван отражать объективно существующие собственно-национальные приоритеты, обусловленные конкретно историческими социокультурными факторами, отличающими актеологию Республики Белорусска от молодого независимого государства на 25 лет с богатой историей и своими этно-национальными и полипрофессиональными культурными традициями. Необходимость разработки белорусской стороной словаря социально-значенной специальной лексики именно для белорусского языка обусловлена также уникальной языковой ситуацией в молодом независимом белорусском государстве. Белорусский язык исторически долгое время выполняться вторичные социальные функции по отношению к польскому или русскому языкам исторически это было так в независимом белорусском государстве по-прежнему остается языком лингвистического меньшинства. Известные белорусские ученые Любовь Адамовна Антонек и Бронислав Адамович Плотников в одном из первых учебников по профессиональной лексике я должна сказать почему я цитирую учебник потому что у нас научной литературы посвященной именно терминологии белорусского языка не так многое как раз Любовь Адамовна Антонек это был первый ученый защитивший докторскую диссертацию терминологии и кстати я должна сказать вам что ее диссертация прошла два раза круге обсуждения только с второго раза была защищена именно потому что она была посвящена терминологии белорусского языка это было советское время к сожалению и Любовь Адамовна и Бронислава Адамовича Плотников уже не с нами и я позволю себе процитировать на белорусском языке этот учебник был издан отметил в Академии управления при президенте Республики Беларусь и он отражает вот тот подход к пониманию профессиональной лексикой когда ее изучение начинается просто с того что представляет собой белорусский язык его история и даются основные сведения о белорусском языке потому что к сожалению многие выпускники белорусских школ и ваша покорная слуга несмотря на то что я из Беларуси училась в Беларуси не изучали зачастую белорусский язык в школе вот это тоже надо понимать это совершенно уникальная ситуация в государствах так вот они писали як и любая иншая мова якая находится у суседств из мовой самой великой державы свету что моя значно большую ведомость значный международный престиж при тем что русскомовное населенство в Беларуси вызначается значно большей социальной активности займая кераумицкие посады у державы белорусская мова не сможет заховать высокий социальный статус одним из наиважнейших моментов выступает об этом направлении по ширине функции белорусской мовы у державной сферы у громадских жителей ее выкаристание у органов державного лакирования у державных организаций установок на предприятие скажите уважаемые коллеги надо ли мне переводить не надо я думаю что всем понятно я специально эти цитаты сохранила на белорусском языке чтобы показать насколько красивым является белорусский язык занесенный к сожалению уже в список ЮНЕСКО исчезающих языков именно поэтому в нашей аудитории я могу говорить о важности поддержки этого языка расширение функционала белорусского языка сдерживается недостаточным знанием большинством населения Беларуси специальной лекции даже если они владеют белорусским языком поскольку именно в профессиональной сфере за очень многими исключениями практически повсеместно применяется именно русский язык и здесь я хотела бы привести еще одну белорусскоязычную цитату из такого сайта который создан энтузиастами белорусского языка для поддержки распространения белорусского языка он называется мова-сбор то есть как бы собрание то что касается языка навык калитекст пишется непосредственно по белорусскому и яго пиша адукованный носьбит белорусской мовы то есть образованный носитель белорусского языка то с причины практичного несутык мнения с белорусской мовой у профессийных сферах отповедный белорусский термин просто невядом и тут у якости ориентира выступают русские отповедники то есть берется соответствующий русскоязычный термин и переводится либо калькируется и таким образом появляются заимствования из других языков и прежде всего естественно в результате такого несбалансированного коммуникативно белорусско-русского официального двуязычия из русского языка и это очень часто при наличии уже белорусскоязычного термина который неизвестен следует отметить однако что независимость и формирование сознания граждан концепта государственности сопровождались во многих постсоветских странах возведения в абсолют своих национальных языков и мы с вами видим к чему это привело например в украине тоже было и в начале в беларуси когда русскоязычным преподавателям например в моем университете говорили чемодан вокзал в россии те кто вчера был ближайшими друзьями так к сожалению мы через это прошли это абсолютно стыдное время я с гордостью могу говорить о том что именно в тот период я выступила как этническая белорусская в защиту всех русскоязычных совершенно так сказать принципиально естественно что в то время вектор был заимствованный смещен с востока на запад и новая лексика начала заимствоваться белорусский язык не из русского а из польского языка тому было несколько причин во-первых белоруссия имеет достаточно протяженную границу с республикой Польши во-вторых поляки представляют третью по численности после белорусов и русских автохтонную этническую группу белоруссия в-третьих белорусский язык продолжительное время принудительно подвергался ограничениям своего развития находился под сильным влиянием не только русского но и практически целое столетие польского языка так например Магомед Измайл Ачесаев в своей книге 130 равноправных о языках народов СССР писал следующее о польском периоде белорусского языка до конца 17 века белорусский язык употреблялся широко на нем велась служба в церкви писали летописи хроники жития святых и так далее в 1697 году варшавский сей по настоянию шляпты и католического духовенства запретил белорусский язык в официальной переписке книгопечатания и после воссоединения Белоруссии с Россией в 1795 году язык белорусов не получил свободного развития став единственным официальным языком после получения Республикой Беларусь государственной независимости белорусский язык как идиом обладал явно недостаточной степенью коммуникативной адекватности ну это и вылилось вот то термин творчества о котором я уже говорила повторять не буду я опущу также ту часть где Петр Алексеевич Баранников на примере хинди английского двуязычия говорит о том как появляются новые слова в таких языках при наличии двуязычия когда один из языков является доминирующим вышеизложенной поясняет тот факт почему заполнение лакон в специальном литиконе белорусского языка осуществлялось и осуществляется путем заимствования из русского и реже польского славянских то есть близкородственных языков включая опосредованное заимствование очевидно что в период интенсивного языкового строительства количество терминов дублетов полученных путем перевода с близкородственных языков возрастают такие незаимствования претендующие на уже занятое место в термина системе заимствующего языка требуют особого внимания для построения словарей специальной лектики ориентированных не на специалистов а на широкие слои населения так так александр сергеевич гет в своей статье терминологические слова здесь других типов словарей опубликованной в 1981 году в широко известном лексикографической общественности научном труде современная русская лексикография 1980 писал следующее «Хороший относительно полный толковый одноязычный терминологический словарь должен включать в себя максимальное число синонимов и вариантов как собственно научных так и профессиональных диалектных разговоров» однако выполнение этой задачи при разработке словаря социально значимой специальной лексики белорусского языка сдерживается объективно ограниченным объемом языкового материала поскольку в связи с доминированием текстов научного стиля речи русского и настойчивым стимулированием использования в научных целях английского языка количество аутентичного белорусско-экзичного материала и репрезентирующего языки для специальных целей ничтожно мало то есть отсутствует естественная среда обитания белорусской терминологии здесь следует отметить еще несколько проблем на которых которые я лишь эскизно обозначу это прежде всего проблема формирования реестра потому что в реест должны быть включены только те единицы которые имеют вот эту естественную среду функционирования и более того в тех только ограничены специальные тексты например в текстах СМИ где как мы знаем используется достаточно широко научная лексика или если речь идет о культурно-значимой лексике то художественных текстов и вот здесь большую проблему представляет нерепрезентативность белорусского Н-корпуса который они даже не именуют национальным просто Н-корпуса но который обусловлено естественной ограниченностью аутентичного языкового материала здесь есть еще одна проблема это сложность идентификации первоисточников в этом корпусе а также то что в этом корпусе мы находим многочисленные приемы так называемой ненормативной орфографии которая естественно в словаре не может быть представлена в качестве иллюстративного материала во многом нам помогает наш корпус который был создан на материале средств массовой информации он доступен через сайт национального корпуса русского языка причем доступная белорусская язычная часть и мы очень много примеров находим именно в этом корпусе разработана специальная методика поиска с учетом и возможностей веб-корп и все вообще возможности поиска в Яндексе но для нас очень важным является вот этот критерий аутентичности поэтому принадлежность именно белорусскоязычному ареалу является чрезвычайно важной почему корпус СМИ играет очень важную роль у нас в условиях официального двуязычия журналист сам выбирает на каком языке он пишет потому что большинство изданий являются двуязычными поэтому мы можем предположить что белорусскоязычные тексты безусловно являются аутентичными я не говорю о реестре потому что пилотная версия словаря и его естественная ограниченность позволяет нам потому что мы должны реализовать первую пилотную версию за два года как вы понимаете это очень сложно сделать была определена тысяча единиц как такой порог определенный но мы уже сегодня видим что мы идем за тысячу этих единиц и тем не менее она позволяет говорить об ограниченности реестра и возможностях его пополнения и вот третья проблема это невозможность четкого разграничения в белорусском языке специальной и общеупотребительной лексики поэтому мы пошли по пути отражения наибольшей степени как субстанциональности специальной лексики то есть мы включаем и общеупотребительные значения если например составная номинация затем с этой единицы имеет специальное значение ну и конечно же завершая свое выступление я хотела бы обратить внимание на то что несмотря на все проблемы разработка такого словаря как нового типа словаря необходима для решения важнейшей задачи обеспечения доступности в процессе коммуникации той информации которая существенна для данного общества в данный упор особенно важными подобного рода словари являются для языков которые имеют незначительную зону влияния и вынуждены конкурировать с мажоритарными языками следовательно разработка словарей социально значимой лектик специального и профессионального характера становится важной частью языкового планирования как одного из очень важных актуальных направлений прикладной лингвистики в условиях интенсивного социального взаимодействия я вынуждена сделать небольшое вступление к своему сообщению во-первых, конечно мы, являясь представителями института компьютерных наук и технологического образования Герценовского университета мы не являемся специалистами ни в области лингвистики не в области прикладной лингвистики мы выступаем скорее от потребителей всех тех наработок всего того титанического труда который происходит в этой области и первое, что я хотела бы сказать низкий поклон всем, кто этим занимается всем, кто вкладывает свою жизнь можно сказать время свой душевный посыл для того, чтобы мы могли легко и непринужденно пользоваться сегодня многими информационными технологиями где вот в основе, конечно это все те достижения и прикладной лингвистики поэтому низкий поклон без вас ничего бы не было тема нашего сообщения это социальные медиа в аспекте новых компетенций которыми должны обладать люди их использующие да и в частности в области образования конечно мы делаем такой акцент на образовательной практике и здесь тоже мы были в несколько затруднительной ситуации получив приглашение на эту такую очень специальную конференцию в выборе тематики я чуть позже поясню почему мы остановились именно на этой теме и собственно говоря где те связи с тематикой этой конференции я не буду я прошу прощения на английском по привычке если у нас международная конференция мы всегда делаем на английском презентацию поэтому она на английском говорю я конечно по-русски мы понимаем что сегодня мы все и наши обучающиеся и мы те кто учит либо ведет какие-то более широкие образовательные практики которые даже и не замыкаются в рамках традиционного такого формального учебного процесса мы все объединены одной электронной средой которая имеет свои новые черты где появляются новые важные для всех вещи новые возможности и появляются какие-то новые требования самое главное что на самом деле огромное количество новых возможностей не всегда используется во всем своем многообразии и зависит это уже не от возможностей а от тех кто их использует насколько они их понимают насколько они умеют это делать ну вот социальные медиа как один из аспектов современной информационной среды сегодня это исследование этих возможностей образовательной практики уделяют большое внимание исследователям в разных странах вот я привожу публикации последних двух лет мы понимаем что это социальные медиа самое главное что это возможность открыть какой-то канал в информационной среде мы говорим о каналах образовательной направленности и дальше решать какие-то задачи поэтому конечно сразу же встает вопрос о компетенциях а какие же компетенции какие новые возможности образовательные предоставляют эти каналы и вот теперь я собственно говоря то о чем я собираюсь говорить я не буду рассуждать о социальных медиа наше сообщение это анализ результатов конкретного проекта который был реализован в предыдущем весеннем семестре когда мы собравшись небольшим коллективом решили предложить дистанционный образовательный курс магистрантам нашего университета курс не обязательный который не вписывался ни в одну из образовательных программ а был предложен тем кто захочет его пройти единственное что привлекало может быть студентов кроме их интереса они проявляют интерес к таким средствам потому что они живут в этой среде и используют эти каналы при решении всех других задач и привлекал еще конечно сертификат который мы выдавали совместно с Московским институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО потому что это собственно говоря модуль международной магистрской программы мы пригласили студентов и поставили перед ними следующие задачи они должны были для себя сделать выводы может ли существовать такое средство как социальные медиа как полноценная часть образовательной среды вся тематика мы понимали что в этом курсе нет теории которую нужно освоить и которую можно проверить и дальше делать выводы о каких-то компетенциях и так далее нет все что мы могли дать это возможность вовлечь магистрантов нет исследования и все было в вопросительной форме ставились проблемы мы вместе с проблемами это решали поэтому наш курс был обучение-исследование в общем-то это наверное единственная единственная возможность использовать такие каналы в образовательной практике для формального преподавания они просто не подходят мы предложили студентам встать сразу на две позиции сыграть две роли и преподавателя и обучающегося потому что они очень хорошо понимают эту роль они все время ее играют вот в этот определенный промежуток жизни да и дальше в общем-то все время будут им все время предстоит учиться соответственно с точки зрения людей преподающих они должны были прежде всего понять запрос тех, кто учится учиться с помощью каких-то таких новых средств понять что же будет включать эта новая образовательная практика и чем она будет отличаться от того чему собственно говоря может их учат в университете с точки зрения такой классической педагогики ну и собственно говоря понять опасности потому что их тоже очень много ограничений много и задача была их компетенция проявится именно в поиске вот того баланса который может существовать соответственно они должны были определить для себя совершенно четко почему новые возможности связаны с сакциализацией с самореализацией почему новые возможности связаны с возможностью учить друг друга а не учиться только у того педагога который их формально учит поэтому у них была очень сложная задача и у нас была очень сложная задача потому что мы вместе все должны были прийти к какому-то результату и вот здесь я сразу оговорюсь вот те связи которые возникают с тематикой этой конференции я не буду в подробностях перечислять все о чем мы говорили но по ходу освоения курса кстати курс был рассчитан на полтора месяца предполагал две очные встречи в начале и в конце просто чтобы нам увидеть друг друга все остальное шло в дистанционном режиме результат был сразу скажу хороший из 15 записавшихся студентов для нас это было уже много что 15 человек захотели это сделать 12 дошли до конца 13 по каким-то причинам по концу не дошли хотя в курсе присутствовали так вот одна из проблем которую подняли не мы и сформулировали не мы а студент это была проблема то есть они причем они очень хорошо сформулировали эту проблему и вот здесь мы видим потенциал мы собираемся продолжать эту работу улучшая этот курс не столько расширяя сколько повышая его качество и мы видим уже потенциал сотрудничества с генвизмом потому что студенты нам сказали что инициируя некий канал инициируя какую-то образовательную такую вот практику приступая к преподаванию вот в такой особенной среде они понимают что они вынуждены преобразовывать тот язык на котором они преподают скажем в аудиторию эти медиа такой язык не то что отвергают но они совсем научный язык как бы он не был хорош он снижает привлекательность для потребителей и в то же время нельзя дискредитировать образовательную практику перейдя на уровень какого-то совершенно разговорного такого языка и в то же время студенты нам сразу сказали они вынуждены корректировать язык тех кто приходит в эти менее формальные коммуникационные каналы потому что они привлекают те стандарты к которым они привыкли при решении неформальных задач вот они новые компетенции педагога который вынужден научиться это делать поэтому это для нас было очень интересно и на самом деле здесь мы понимаем что нам нужна еще какая-то квалифицированная помощь и в этой должности тоже чтобы мы могли студентам дать квалифицированную основу для решения этих задач и еще один аспект который нас сблизил с тематикой этой конференции это наш курс был построен на большом количестве примеров потому что мы не могли излагать теорию мы должны были действовать через практику через примеры благодаря системам машинного перевода благодаря возможностям которые есть сегодня и доступны каждому по переводу веб-страниц естественно мы посчитали возможным дать англоязычные примеры то есть ориентировав студентов просто на перевод понятно он может быть не 100% но они смогли воспользоваться этим материалом и третий момент мы смогли опять же благодаря доступным технологиям продемонстрировать мнение экспертов мнение экспертов мы опять же участвуем в одном из проектов где большое количество материалов по диссиминации результатов этого проекта идут в виде видеоматериалов которые соответственно тоже интересы диссиминации можно использовать они в открытом доступе поэтому мы использовали технологию переводящихся субтитров когда студенты у нас могли видеть слышать воспринимать эксперта который им предъявлял свое мнение опять же это очень адекватно возможностям этих медиа привлечения мультивидейной информации мы проводили обратную связь студенты с большим интересом слушают эксперта для них это очень значимо иногда даже более значимо чем те материалы которые предлагаются в курсе здесь мы столкнулись тоже с проблемой что автоматизированная функция перевода субтитров не дала совсем адекватный перевод почему потому что говорил испанец на английском языке то есть это наверное очень перекликается с тем о чем мы говорили сегодня и в результате перевод на русский получился в некоторых местах даже некорректно поэтому мы вынуждены были использовать еще одну из технологий поработать с субтитрами довести субтитры до того чтобы в нашем курсе они были грамотными связаться с экспертом чтобы он подгрузил на свой канал и теперь уже для всего открытого сообщества субтитры на русском получились грамотными вот те аспекты которые с которыми мы столкнулись в курсе который в общем-то и не предполагал сначала каких-то связей с такими чисто лингвистическими задачами ну и очень кратко да модули нашего курса вы видите они все заканчиваются вопросами те формы работы которые применялись это в основном были дискуссии анализ примеров это здесь может быть в статье будет более хорошо видна эта схема это работа на форуме это все в основном совместные формы работы которые привели студентов к разработке конкретных проектов что было для нас особо значимо два проекта начали реализоваться во время проведения курса я приведу только один пример один из примеров проектов который показывает особенные возможности вот этих вот этих вот средств магистранка психологопедагогического факультета психолог по своей программе подготовки предложила такой образовательный канал для обучения трейдеров то есть для нас было это вообще неожиданно людей которые на рынке занимаются продажей акций основам психологии необходимы для них то есть она сама это ее жизненная коллизия когда она занималась сама трейдерством в силу своей подготовки поняла те проблемы которые существуют поняла что она может некую образовательную миссию выполнять инициировала такой канал и вот здесь мы опять же поняли как мы можем ей помочь реализации ее проекта она смогла привлечь большое количество материалов на иностранном языке благодаря тому что мы подсказали ей как ей поработать вот с технологиями быстрого нетрудозатратного для нее перевода этих материалов на русский чтобы она имела право включить это в некий образовательный ресурс для русскоговорящих обучающихся поэтому мы дважды вот я думаю что это очень актуально на сегодняшний день поэтому все вот вещи связанные с применением технологий на самом деле замукаются на проблему языка собственно который является основным средством нашего взаимодействия ну и вот наша группа получившая сертификаты для нас было важно что на представлении проектов присутствовали тоже эксперты из Испании из Словацкой республики из Германии они подтвердили нам что мы имеем право это делать то есть хотя были проекты я сразу хочу сказать что были проекты которые в обсуждении вот общее резюме было чтобы делать этого не нужно то есть здесь не все так однозначно и поиск да вот формирование этих компетенций которые позволяют найти правильное эпидемиологическое приложение это тоже не такой простой путь и наш главный вывод что эти медиа они ни в коем мере не повторяют не просто расширяют традиционные образовательные практики а собственно имеют цель формировать новые аспекты компетенции те которые в общем-то и не формируются у нас в традиционном процессе и одной из составляющей вот как выяснилось очень важной является компетенция связанная с использованным языком своего родного языка это тоже очень важно спасибо за внимание я к вам вопрос связанный вот с чем может быть не вопрос проблем с которой мне пришлось самой столкнуться как вы оцениваете географическую составляющую наших англо-русских словарей поскольку там есть всегда особенно вот словарей Миллера у Апресяна есть такой раздел географии насколько она соответствует тому что происходит при скажем переводе географических названий в Японии и Китая я с корыстными целями спрашиваю потому что есть такое малоприятное географическое название Фукусима и соответственно огромное количество материалов часто мне тоже приходилось их переводить когда очень точно нужно было перевести географическое название чтобы не оказаться в совершенно другой части Японии при соотнесении и у меня возникло ощущение что не очень хорошо с этими ощущения к сожалению где словари которыми мы обычно пользуемся они как правило очень сильно устаревшие это во-первых и во-вторых иногда составители словарей все-таки очень далеки от восточных арабских та же самая проблема возникает с арабскими наименованиями и поэтому если заложены заложена школа только западноевропейского перевода то как правило ошибок очень много к сожалению тут надо уже тревогу понять то есть реально нужно искать что же собственно как действительно это место называется конечно спасибо большое пожалуйста у меня два вопроса если можно то есть первое вопрос к вам вы сказали что есть свидетельство того что на запад в сша есть какие-то исследования по машинному переводу мы втрубно оценили результаты методики я сказала несколько о другом я сказала о том что крупные корпорации начиная практически с самого начала приняли вот эти системы машинного перевода на вооружение то есть они их привлекли естественно в каждой такой корпорации есть свои разработчики есть словари которые ориентированы на задачу этой корпорации есть правила контролируемого языка и те кто пишут описание то чему кстати в этой стране практически не учат у нас нет курса того что называется technical writing очень жестко определяется какие синтактические конструкции вы можете использовать какой средняя длина должна быть предложение и так далее и для этих систем действительно есть только информация о том что они есть но насколько я понимаю заложены в основном базовые принципы которые есть в любой системе машинного перевода то есть иерархичность и модульность возможность работать даже с теми предложениями которые не до конца распознаны поскольку каких-то слов не хватает то есть основные вещи эти меняются слова и очень жесткие требования к тому кто пишет документацию потому что известно ведь что стоимость перевода документации очень высока то есть есть информация о том что если продается завод под ключ то 30% стоимости этого завода это перевод документации естественно любая фирма которая занимается такими вещами старается отвечать сократить то есть я не могу сказать что там что-то такое необыкновенно новое не думаю думаю что это очень большой словарь очень жестко контролирует язык и соответствующие реализации процедуры трансфера но я хотел спросить а в российских корпорациях в российских организациях что-то подобное есть или в тех международных которые например в России работают честно говоря просто не знаю из больших вот таких систем которые работают во всем в мире это сестран но сестран это ведь разработка доста это система Джордж Таннского университета которая была соответственно где-то году в 64 разработчиком основным программистом этой системы по фамилии Тома увезена в Европу и продана в Европе это система которая работает с Евратами причем до сих пор Евратам утверждают что она у них работает но должна сказать что я там была я была с Евратами во время конференции на которой наступала в качестве переводчика собственного мужа не более того но я можно сказать хвостом ходила неделю за одним из серьезных менеджеров Евратов с просьбой показать мне систему вот увидеть мне ее не удалось но официально она в Европе саме заработает у нас это в России это конечно промо который тоже между прочим вырос из того что делалось в лаборатории машинного перевода это когда наши программисты точно так же как делал там ушли и организовали один это такая вот уже стала традиция машинная то есть я не могу назвать некую систему которую используют все тем более что любая система если она приобретается или разрабатывается она очень жестко зависит от того для чего она используется в такой предметной области используется и так далее у меня если можно вопрос Larysie Васильевне мне показалось что вы различаете социально значимую лексику и культурную значимую лексику aran в Virginie я да конечно есть социально значимая лексика она не обязательно культурно значимая но культурно значимая это часть социально значимой для вот таких языков как белорусский Потому что у нас, понимаете, понятие культуры очень утилитарное, потому что связано с тем, что подпадает сегодня под понятие нематериального культурного наследия и под впало под действие законов об интеллектуальной собственности, как вы знаете, сейчас это подводится. То есть это аутентичный фольклор, есть все обряды, и все, что с этим связано. Но на самом деле существует очень много вещей с материальной культурой, которая никто не знает, вот к чему она относится, например, в Республике Беларусь. То есть когда те же самые названия пищи, каких-то праздников, они очень часто совсем не белорусского происхождения, но они общеприняты именно в этой многонациональной культуре. Поэтому когда мы работали над реестром словаря, то естественно, что мы исходили из социальной значимости, которая задавалась полем действия Конституции Республики Беларусь, как независимого государства, и культурной лексики там не было вовсе. И все-таки на общем собрании мы решили, что даже в пилотной версии словаря должна присутствовать и культурная лексика, вот именно отражающая специфику вот этой многонациональной поликонфессиональной культуры. И как оказалось, наши средства массовой информации очень хорошо поддерживают. Вот то, что сегодня называется поликультурностью, но на самом деле, ведь никто не знает, что такое поликультурность. И в свое время, когда Хаугин написал свою статью о билингвизме и бикультурности, то он говорил, что существуют различные взаимодействия. Но еще сложнее происходит, когда несколько языков существует, и несколько культурств существует исторически, не потому что сейчас все стали плюрелинговыми, это так называемая новая волна, а то, что исторически существует, и как это она откладывает отпечаток, например, на то же самое культурную лексику. И вот парадокс, когда мы начали работать с этой лексикой, то оказалось, что, например, в действующих толковых словарях белорусского языка очень много непорректных толкований. То есть вплоть до того, что принципиально неправильных. И когда мы обратились к специалистам, то нам пришлось разрабатывать полностью толкования и пояснять. Я не говорила об этом выступлении, но предложение Сергея Петчешилова, которое мы поддержали, это объединяет оба словаря, которые создаются. В них в обязательном порядке дается толкование из самого крупного толкового словаря соответствующего языка. В случае белорусского языка это бумажальный словарь белорусской мова, то есть толковые слова белорусского языка. И, соответственно, если отсутствует такое толкование или такое значение, то просто остается прочим. А второе, это в энциклопедии популярная. Вот опять же в белорусском социуме есть такая энциклопедия, в 18 томах, и казалось бы, что там должно быть все отражено. Но опять же мы выявили, что очень часто идут перекрестные отсылки, то есть не определяется целый ряд понятий, и другие вещи. Поэтому, естественно, мы разделяем эти два пласта. То есть понятно, что любая культурно обусловленная лексика является социально значимой, но в нашем случае это возврат к жизни этой лексики, то есть ее как бы новое познание. А вот то, что касается собственной социально значимой, то она вот связана именно с тем, что мы перешли в другое состояние. А другое состояние государства, оно диктует создание иной системы ценностей. То есть вот у нас очень много говорят о белорусской идеологии, точно так же, как сегодня говорят о российской идеологии. Никто не знает, что это такое. Я всегда считаю, что есть понятие гражданского общества. И вот понятие гражданского общества, которое объединяет права, прежде всего, членов этого общества, правильно? И одновременно их социальную ответственность. Вот это те сферы, которые, если это сказать в общем, и определяют то, что важно для социально значимой лексики. То есть, например, вот оказалось, я просто пример приведу, что немногие у нас понимают, в чем разница, например, между отцом и отчимом. То есть, почему небиологический отец может быть отцом, а в каких случаях? Это отчим. То есть, очень интересные дают нам данные, наши контексты, такие, которых мы не ожидали. И над этим словарем работает не только наш университет, но работает институт языкознания, у нас новая есть институт языкознания имени Якуба Колоса в Национальной Академии Наук. И вот вначале они как-то отнеслись к таким, несколько предубеждениям к этому словарю. И когда стали работать с аутентичным языковым материалом, мы даем очень много контекстов и работаем все время на обратной связи с разработчиками словарных статей. И некоторые словарные статьи — это макро-статьи, которые представляют собой, например, 8-10 страниц одна статья, потому что идет очень много составных номинаций. Они очень четко показывают, например, актуальность определенных концептов сегодня в текстах СМИ. То есть, когда идет профилизация, а это всегда, как вы знаете, проявляется в огромном количестве составных номинаций. То есть, когда есть специальные составные номинации, и вот они показывают разницу. Например, мы с удивлением увидели, что существует достаточно такая большая разница между самодержавой и самовладством. То есть, на первый взгляд, это просто дублеты, которые имеют разную мотивирующую основу. Но тексты нам показывают, что есть разница между ними. То есть, мы их не можем рассматривать как дублеты, должны рассматривать как синонимы. Поэтому такой вот контекстовый подход, с одной стороны, который стал возможен только благодаря, естественно, существованию языковых ресурсов и существованию возможности поиска в интернете, с идентификацией аутентичности языковых ресурсов. И, с другой стороны, очень хорошо продуманная менеджерская технология взаимодействия разработчиков. Потому что у нас есть разные группы разработчиков. Есть те, кто работает с поиском контекстов, есть те, кто осуществляет связь с разработчиками статей, есть те, кто занимается редактированием, и есть конкретные разработчики статей. У каждого из разработчиков статей возникает масса вопросов. Эти вопросы решаются, естественно, на высшем уровне. Иногда мы собираемся вместе и принимаем какие-то конкретные решения. Тогда эти решения уже становятся важными для всех. То есть здесь, на самом деле, очень много интересного. Для меня, вот как для такого человека, немножко обладающего менеджерскими способностями, как в науке можно осуществлять менеджмент, для того, чтобы очень сложный проект мог реализоваться в короткое время. Потому что никто не верил, что мы можем это сделать за два года. То, что мы сейчас еще, нет у нас даже года, но мы уже вышли практически на формирование такого вот сырого континуума корпуса словаря. При этом мы формируем еще два реестра. У нас есть статичный и динамичный реестра. Мы формируем два корпуса. Это корпусы всех контекстов и корпусы, отобранные разработчиками словарных статей. То есть мы еще параллельно формируем еще целый ряд языковых ресурсов. Поэтому на самом деле прикладная лингвистика, она дает столько возможностей и традиционным лингвистическим направлениям. И очень жаль, что многие традиционные лингвисты, а у нас в проекте, кроме меня, все традиционные лингвисты работают. Но еще Олеся, которая от Бога программист, да, и мое дитя вас прикладает. Понимаете, оно дает очень хорошие результаты. Поэтому просто надо привлекаться как можно больше. И я вот сожалею, что сегодня так мало традиционных лингвистов тут присутствует. Что-то со мной, опять же, прикладывая. Я сожалею. Пожалуйста. Татьяна Борисовна, для меня, как не специалиста в этой сфере, не совсем понятен термин. Вы сказали, что вы не будете его пояснять, все уж в медиа, да? Будьте добры, поясните все-таки. Для меня он совершенно новый термин. Значит, суть чего такова, да? Технология, интернет-технологии позволяют, собственно, любому пользователю открыть канал. Канал вещания на широкую аудиторию. Пример, вот YouTube-канал. Я думаю, что это понятно, что конкретный пользователь целенаправленно подбирает какие-то видео, публикует их на своем канале. Дальше там может развернуться какая-то коммуникация. Блог. Группа в социальной сети, целенаправленно создаваемая, конкретным пользователем является неким каким-то социальным каналом. То есть это устойчивый термин, да? Уже известный заграницей? Да, социальные медиа. Собственно, оттуда и пришли. Социальные медиа. А дословный перевод – это канал? Социальный канал? Социальные медиа. Сошел-медиа. Социальные медиа. А медиа – это же не русское слово. Как его перевести? Сошел-медиа. Или это теперь уже русское? Сошел-медиа. Сошел-медиа. Это я знаю. Масс-медиа. Сошел-медиа. Мне все понятно. Мне не понятно. Как перевод-то есть? Смысл. Смысл понятия. Смысл – это социальный канал. Хотя по переводу это… То есть медиа как медиа, да? Вроде бы посредине. Как средства. Посредине. Спасибо. Посредине. Пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов нет, Ольга Николаевна, то вы как-то дожди. Если есть вопросы, извините. Я не увидела, извините. Значит, я хотел сказать, что есть проблемы с терминологией в белорусском языке, но, наверное, есть и в русском языке. Учитывая то, что печатные английские пособия неполны, устаревают и прочее, в условиях интенсивных коммуникаций в научно-технистке и прочее с западом, как решается сейчас проблема двуязычной терминологии и где-то несколько прикладной лингвистики. Если это ко мне вопрос, то на основе, с моей точки зрения, на основе исследования параллельных корпусов текстов, сопоставимых корпусов текстов, на сегодняшний день разработано, как известно, более 60 метрик, которые позволяют выделить некоторые единицы, которые принято называть кандидатами в термины и их соотнесения. Но, кроме того, должна сказать, поскольку сама с этим столкнулась, в очень многих областях знаний очень активно издаются глоссарии. Самые разные научно-исследовательские институты, отраслевые институты издают и создают собственные глоссарии. Для меня пример это глоссарий по среднозащите. Он сделан специально для того, чтобы можно было перевести еврокод, которому мы должны, значит, соответствовать. Значит, оказывается, при анализе этих глоссарий, что они не соответствуют друг другу в рамках одной области и, в принципе, не соответствуют ничему. Вот у Константин Яковлевича, по-моему, есть такой какой-то пример с длинным термином. Так вот в этом глоссарии термины длиной в тридцать слов – это просто вот на каждом втором шагу. И самое главное, что они не соотносятся друг с другом. То есть понятно, что должны есть некие информационные технологии, которые позволяют извлечь лексические единицы, кандидаты в термины в одном языке и в другом языке. Есть технологии, но обязательно, естественно, с применением уже ручного труда, которые позволяют их соотнести, а дальше вы все равно должны работать с экспертом. И более того, оказывается, что этих экспертов должно быть несколько и из разных институтов, организаций и так далее, потому что иначе вы будете получать переводы, соответствующие каким-то представлениям. И если на это время у переводчика? У переводчика нет на это времени. Но если мы говорим об индустрии локализации, то это, извините, пожалуйста, вообще не его дело. Потому что в современном стандарте работы переводческого бюро, переводит система машинного перевода, с ее результатом работает терминолог. И терминолог решает, какие лексические единицы новые, возникающие постоянно, являются кандидатами в термины. Терминолог решает задачу перевода этих единиц, соответствующие люди должны ввести это в систему машинного перевода. И результат машинного перевода уже после работы терминолога попадает в переводчик. У него при этом никто не отнимает как бы креативные задачи. Но вот эту работу он делать не должен. Это должен делать специалист в соответствующей предметной области. А иначе мы получаем то, что, извините, чертеж, то, что при переводе получаем. Я хотела бы продолжить вопрос, Елена Пауча, потому что у меня всегда возникает такой вопрос. Ведь мы знаем, что терминология развивается неравномерно. И в одном языке понятие уже есть, оно терминировано, а в другом языке нет ни понятия, ни термина. Как в этом случае? Если есть логун в языке, то, соответственно, оно должно быть каким-то образом заполнено. И, соответственно, задача... Но славарь, как в словаре, то есть в переводе мы как-то будем выходить, да? Мы будем так полисовывать это. А вот как в словаре, как это будет подражено, что отсутствует? Я думаю, что в словаре должно быть в этом случае, наверное, некое описание. И мы должны различать семантизацию. Мы должны различать, наверное, всё-таки то, что называется дефиниция, когда мы говорим о дефинированности термина и считаем термином то, что дефинировано. Сергей Дмитриевич очень любит нам рассказывать. Но всё остальное, а между прочим, сапожник и сапог, большая часть лингвистической терминологии, большая часть методической терминологии не дефинировано. И тут просто объяснение. Как любят наши студенты, вот если ему задаются вопросы, он отвечает, это, например. Так вот, и мы в словарях, к сожалению, переводим по принципу «эддонный». Ну, это проблема, которой всё равно нужно заниматься. И как ни странно, в юридической, то то же самое. А, юридическая первая всего, особенно в той, которая... Здесь словарей практически нет. Здесь только некие энциклопедии, которые дают расширенные объяснения реалий. А они нет трактовки. Они нет. Пожалуйста. У меня такой вопрос стоит. А в какой мере представляется возможным фронтизированный перевод с русского на русский в разных научных школах? Наверное, можно попробовать. Должна сказать, что у меня как будто практикующего переводчика, когда я получаю русский текст, если у меня есть такая возможность, я всегда говорю, пожалуйста, переведите мне «это» на русский язык. И в этом месте слышу ответ. Вообще-то, для специалиста по-русски здесь всё понятно. Московские теплонники и мусидерские теплонники, у меня совершенно разные языки. Такие вполне... По-моему, даже не ставятся, что называется недогребом, извините. Пожалуйста, есть ещё вопросы? Ну, у нас ещё будут возможны продукции. Продолжение следует...